так запуск запуск включили комп вот здесь дальше рабочий стол на 4 водор двойной щелчок открывается окошко окей идет запуск на 4 программа управления первое что мы делаем это нажимаем на резет дальше включаем питание все питание станок включен здесь нажимаем на табы и у нас открывается вот такая штучка здесь нужно нажать на кнопочку джок мод вот один раз и чтобы перешло вот в это положение дальше здесь здесь же регулировка скорости идет именно перемещение вручную подойдет так все здесь еще раз так нажимаем это прячется дальше нам нужно обновить координаты для этого первое чем мы делаем нажимаем выключаем софт-лимиты выключили софт-лимиты теперь мы максимально близко подвигаем станок начальное положение начальное положение это вот это по игреку сюда по x сюда и по z максимально вверх до датчиков смотреть чтобы датчики вот этих приблизились так это мы делаем вот управление по игреку по иксу по зеду вот игрек вверх вниз икс право влево а z это плюс вниз минус это вверх все на глаз подходим так не доходя датчиков то есть здесь вот болт контакт создает с этим датчиком дальше это мы подошли по игреку дальше x подхожу по иксу также нужно остановиться чуть раньше срабатывания датчика то есть вот датчик вот контакт его раньше становились и z вот подняли заранее остановились дальше идет кнопка home all это большая и ее нажатии идет обнуление вот я нажал я пошла в ось z сработал датчик y сработал датчик и здесь вот x сработал датчик срабатывания датчиков оказывается вот здесь огоньком все он обнулил свои координаты и теперь мы первое чем мы делаем оставим софт-лимита софт-лимита нужны чтобы случайно не выехать за грань то есть левее возможно чтобы сюда не выпрыгнуть все это мы сделали дальше идет мне нужно вот я предыдущую же дырку делал свою дырку под светильник не нужно ее вот здесь выступать для этого мне нужно первое что сделать это по датчику 0 по заду обнулиться то есть чтобы подходим вручную можно ближе дальше подошли то есть вот мы примерно там в 3 4 5 6 миллиметров от датчика дальше чем мы делаем на звезде вот это координаты x y и z z обнуляем и нажимаем на кнопочку авто тул зира нажали он идет об коснулся и приподнялся и сейчас получилось что у нас 1850 над уровнем стола то есть вот уровень стола и он сейчас на 1850 то есть когда в ноль если мы его опустим то он как раз окажется на уровне стола так все теперь подходим к нужному мне место поднимаем подняли и вручном режиме подходим поближе ну приблизительно вот так дальше чем мы делаем мы нажимаем на таб и меняем скорость скорость сейчас стоит 50 процентов и обменяю ее на 5 5 процентов стал нажал написал пятерку нажал на интер все она изменилась скорость теперь при нажателе вот происходит вот видите с меньшей скоростью так дальше берем пульт первое что делать включаем смотрим что он заработал дальше мы берем и включаем здесь ось x x это вот это тык тык как фрезу разворачиваем чтобы видно было центр ее то есть вот центр фрезы и сейчас мы ее подгоняем то с чем делом 3 когда мы крутим этот чел то у нас меняется положение ставим можно ближе как мы считаем вот допустим вот так настраивать вполне точность дальше мы переключаем крутилку на y подходим сбоку смотрим и также крутилкой ставим на центр пойдет все то есть мы выстреле z мы это выставили помощью датчика x y мы выставили с помощью пульта все пульт отключаем пульт отключаем вешаем сюда дальше не скорость обратно то есть щелкаем пишем 50 все скорость поменялась нажимаем на tab убирается и дальше мы должны показать здесь что мы то есть мы x и y сдвинули на нужное нам место сейчас нам нужно сказать что это нулевые . для этого вот 0 x 0 y то есть мы выставили z у нас по уровню стола дальше нам нужно загрузить управляющую программу вот джекот так это у меня свет вот это программа это код это рисунок это старт пауза и стоп если видите что то неправильно нажимать на стоп либо нажимаете эскейп и он обрывает вашу программу ее нужно будет делать снова так все выстрел на x y z выставлена программа загружена дальше идет старт шпинделя вот зелененький у меня там выставим нужные мне обороты они регулируются с этой крутилкой посмотреть количество оборотов можно вот на вот эту нажимаем интер подписано так раз нажали два три четыре вот 2600 оборотов ну так-то так все здесь крутится дальше я нажимаю на старт все пошла работа станка от пыли защитил а 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 На рисунке показывается ход, то есть расположение призы в данный момент, вот она пошла по кругу, здесь можно смотреть, вот примерно, сколько, какая часть программы выполнена, от вот этого всего, от 100%, так, еще указывается время работы, минута 27, да, рум-тум, 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 вот это скорость в миллиметрах в минуту, ну и X, Y, Z тоже показывается, в порядном времени она сейчас, так, чуть-чуть по времени пропустили, сейчас уже 7.34 прошло, вот у него осталось, работает на высоте 7-6 миллиметров, так, сейчас слой на 3-х миллиметрах не имеется. И последний на нулевом миллиметре. все, отработал, поднялся, выключаем. выключаем, остановилась, вот у меня выполненный код, вот рисунок, также клавиши мы убираем его, код подвигаем, вот в принципе и полная работа показана. Дальше выключаем программу здесь, включаем сам фрезер здесь, выключаем компьютер здесь, все, спасибо. 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 Спасибо.